Добрый день, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, как пережить обиду на Бога, как бороться с ропотом? Я очень вам сочувствую, если вы обижены на Бога. Во-первых, потому сочувствую, что это совершенно не то чтобы бессмысленно, это какая-то черная, не в смысле черной злости или черной зависти, а черная в смысле совсем такого, как из области небытия обида. Мне рассказывали, сейчас есть такая краска, которую ты красишь, и предмет исчезает, как будто его нет. И всякие модные люди красят автомобили даже в такие цвета. Я не помню, как называется эта краска. Вот у вас, если обида на Бога, то она откуда-то из этой области такого небытия. Я не могу сказать и не могу настаивать на том, что я знаю точно, что такое Бог во всей полноте. Мне хотелось бы очень знать, но я не знаю пока до конца. Видим, как сквозь тусклое стекло, как говорит апостол Павел. Но я уверяю вас, что Бог не может быть источником обиды ни для кого. Поэтому попробуйте перезапустить ту цепочку, которая привела вас к такому выводу, что Бог что-то в вашей жизни сотворил именно по отношению к вам такого, что вы могли бы быть обижены на Него. И когда вы разберете все до конца, до самого начала, до самых основ, то увидите, что Бог не являлся источником никакого зла ни для вас, ни для какого другого существа во Вселенной. Подумайте над этим очень хорошо. Это первое. А второе, не об обиде даже на Бога скажу, а о каком-то ропоте, может быть, на судьбу или на обстоятельства, которые тоже могут считываться как обида на Бога, который их устроил, хотя это не совсем так. Благодарность. Благодарность и благодарность. Научитесь благодарить за все. Это непросто сделать, но нужно сделать, необходимо сделать для того, чтобы стать человеком. Благодарность — это путь мудрых. Если человек стяжал благодарность Богу, и если он стяжал благодарность за все, значит, он прожил свою жизнь в глубочайших раздумьях о том, что такое бытие. И это были не просто философские некие отвлеченные построения, а это были раздумья, основанные на его сложной, тяжелой, человеческой, глубинной судьбе. Не в том смысле, что он страдал, что он пережил страшные потрясения в войну, или лагеря, или какое-то страшное предательство других людей. Нет, просто он шел за Богом и следовал за ним, как Исаак Сирин прекрасно говорит, что никто не может войти в Царствие Небесное, если он в своей жизни не восприимет страдания Христовы. То есть не повторит их, не распнется на кресте, не будет предан, поруган и оплеван, а именно поймет, что это за страдания, что за характер страданий, что такое есть человеческая жизнь, какая великая трагедия разыгрывается здесь, на земле, в большом, в великом смысле этого слова, трагедия с каждым появляющимся на ней человеком. Вот об этом задумайтесь и придете к благодарности, придете к тому, чем занято ангельское сообщество, к непрестанному словословию Бога. На небе ничего не происходит, как говорили отцы, кроме непрестанного словословия, приносимого умными ангелами Богу. Попробуем подражать небесному чину в том, до чего они доросли за века. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok